на дискуссию, как работать с IT-волонтерами, почему иногда получается сотрудничество, почему иногда не срабатывает. На самом деле сейчас у нас параллельно идет серия вебинаров, она называется «Академия IT-волонтеров». Мы туда приглашаем IT-специалистов для того, чтобы рассказать им, как работать с некоммерческими организациями. Те, кто еще раньше не сотрудничал, люди, которые не совсем понимают, что такое некоммерческий сектор и в чем особенности. Это серия вебинаров, 5 вебинаров, они тематические. Например, каким должен быть сайт для НКО, в чем особенности, какая особенность работы в соцсетях для некоммерческих организаций и так далее. Вот этот вебинар мы решили провести для вас, как представителей некоммерческих организаций, авторов социальных проектов, чтобы рассказать, кто такие IT-волонтеры, почему они иногда отвлекаются на задачи и какие задачи должны быть. Я не один сегодня буду обсуждать эту тему. Во-первых, я хотел бы с вами, с участниками обсудить. И в помощь себе позвала двух героев, супергероев IT-волонтеров, Алексея Клесова и Александра Гусева, которые, если не ошибаюсь, уже почти 3 года работают с некоммерческими организациями, в том числе включаются в решение их насущных задач, как IT-специалисты, как волонтеры. Я сейчас перейду к презентации. С вашего позволения я видео... Хочется начать с того, чем отличаются IT-волонтеры от волонтеров. С волонтерами вы работали, опыт у вас есть. И я, наверное, начну с того, что IT-волонтеры, наверное, ничем не отличаются от волонтеров, с которыми вы уже сотрудничали ранее. Но есть все-таки какие-то особенности в общении, взаимодействии, сотрудничестве с ними. Ну, наверное, первая особенность в том, что это те люди, которые работают и живут в другой сфере. Я даже сказал, в другом мире, в мире IT. Им удобнее, интереснее помогать именно своими навыками и компетенциями. То, что они умеют, то, что они делают охотнее. Ну, представьте, они сидят дома за компьютером и занимаются тем, в чем они уверены, тем, что они действительно могут помочь, в чем они себя чувствуют профи. Следующая особенность, она, наверное, вытекает из вот этой первой, то, что они работают удаленно. Возможно, даже если вы сотрудничаете с IT-волонтерами, вы их никогда лично не увидите и не познакомитесь. Сам я лично знаком с единицами. С некоторыми видимся только в Скайпе, а с большинством только в переписке. Вот это очень важно держать в голове, когда вы начинаете общение с ними, потому что удаленное общение, оно принципиально отличается от общения физического, нам привычного. Вам нужно выбрать мессенджер, с которым вы будете общаться, время для общения. Вам нужно как-то зацепить, удержать этого человека. У вас, наверное, не будет физического контакта глаза в глаза. Вам нужно держать ритм общения. Очень много особенностей, и, правда, это надо просто держать в голове и как-то подстраиваться. Вместе с тем, несмотря на то, что IT-волонтеры это специалисты, которые работают в IT, они, наверное, немножко все-таки другие люди, немножко живут в другом мире, они чем-то, ну, они, правда, они такие же, как и мы, они любят парк около своего дома, покупают просроченные продукты, напрягаются при виде свалок в парке, ну, в общем, также могут реагировать на несовершенство окружающего мира и многие проблемы, с которыми вы работаете, им не чужды. И, наверное, задача все-таки для нас и для вас больше посвящать их, больше рассказывать про именно сферу некоммерческого. Потому что, наверное, как и средний россиянин, специалист в IT-сфере, он не до конца понимает, вот что такое, значит, третий сектор, зачем нужны некоммерческие организации. И представьте, вот, например, вы обращаетесь к дизайнеру, чтобы он вам сделал баннер. Баннеры он делает каждый день, с утра до вечера, с понедельника по пятницу, вот наступает суббота, и вы вновь просите сделать баннер. Ну, значит, нужно как минимум ему объяснить, почему это реально важно, почему он должен, опять же, фактически приниматься за свою работу, но делать ее для вас. Это все подводит к тому, что задачи, с которыми вы обращаетесь к IT-волонтерам, они технические, они на первый взгляд напрямую не связаны с решением общественных проблем. Вот, например, если обратиться на платформу IT-волонтер, то там заголовки задач, это оптимизировать сайт, настроить плагин, настроить рекламную кампанию, и вот IT-специалист, он делает это каждый день, делает это за деньги, не будем скрывать, за большие деньги. И вот наша и ваша задача, чтобы как-то убедить в том, что то же самое можно сделать еще раз, сделать бесплатно, но ценность вот этого действия, она возрастет в десятки раз по сравнению с ежедневной деятельностью. Надо людям помочь с объяснением того, почему... Ну, большинство людей, наверное, пока просто понимают общественную сферу через простые примеры и через простую механику. Очень часто у них понятие некоммерческого сужается к благотворительным организациям, например, им понятна какая-то простая механика собрать деньги и передать на лечение ребенка. Это понятно и привычно. Но некоммерческий сектор, он богат и разнообразен, и то, например, чем вы часто занимаетесь, оно сложнее, оно предполагает сложные решения и сложные алгоритмы для решения проблем. То есть, например, важно держать в голове, что если вы обращаетесь к этим специалисту и просите что-то решить, то задача, она должна звучать не как просто настроить плагин. Она должна звучать как-то «Если не настроить плагин, то мы не соберем электронные пожертвования». И, например, если не оптимизировать сайт, то люди не узнают, что нужна помощь в защите парка от вырубки и так далее. Вот это, что важно знать про общение с IT-волонтерами и постоянно делать на этом акцент. Я сейчас хотел бы перейти непосредственно к платформе IT-волонтера, к которой часто будем обращаться. И там очень хорошие примеры для вас будут наглядны. И в том числе Алексей и Александр будут исходить из своего опыта сотрудничества с некоммерческими организациями в рамках, в том числе, рамках платформы IT-волонтер. Вот наша задача, когда мы создали этот проект, сделать волонтерство понятным и удобным. Для того, чтобы, например, если у вас возникает какая-то потребность, потребность в помощи или в консультации, вы могли эту потребность оформить в виде конкретной задачи, разместить ее и ждать отклика от IT-волонтера и дальше уже продолжать с ними сотрудничать. Платформа работает по такой модели, что с одной стороны есть вы, представители некоммерческих организаций, вам нужна помощь, вы обращаетесь за помощью, и с другой стороны есть те, которые готовы помочь, они включаются в решении этих задач, то есть второй мир на этой платформе. Вот еще хотел бы сделать акцент на том, кто же такие IT-волонтеры, исходя из нашего опыта работы на проекте. Значит, я бы выделил три портрета IT-волонтера, те, которые откликаются на задачи и кратко описать систему их мотиваций. Первый портрет это, наверное, студенты. Студенты в самом широком смысле слова это не только учащиеся в университетах по специальностям, это те, кто чему-то обучается, проходит онлайн-курсы или самостоятельно учится, у них появляется, они приобретают какой-то навык, компетенцию, и они дальше ищут реальные задачи, на которые могли бы этот навык отработать. То есть, они рады несложным задачам, правда, они очень рады, когда вы ставите задачи, охотно откликаются. Особенность, наверное, взаимодействие с ними такая, что для них не обязательно вознаграждение, они больше фокусируются на самой задаче, определять, посильно она им или нет, коррелирует ли она с их непосредственным навыком или нет. Что это отметить, что, например, для них не всегда играет роль, в какой сфере работает некоммерческая организация и чем она занимается. То есть, они приходят для того, чтобы решить свою проблему, чему-то научиться. Важно отметить, что, например, они не всегда могут гарантировать высокое качество работы, они не всегда ориентированы на долгосрочное сотрудничество. Например, если вы заходите на платформу IT-волонтер и видите профиль вот такого специалиста, я его условно назвал начинающий студент, то в профиле у него вот честно сразу написано начинающий фронтендер начал буквально на днях. Это не значит, что он не может вам помочь, это просто значит, что с какой-то задачей он справится быстрее, с какой-то медленнее. Возможно, если он откликнется и ему нужна будет помощь, он может обратиться к своим коллегам или к куратору. Вот, например, я вижу, что Андрей прошел интенсивный курс в HTML Академии. Это вот тот специалист, который чаще всего откликнется на вашу задачу. Вам просто нужно обращать внимание, что если вы уверены, что задача простая, она не сложная, и вы можете воспользоваться помощью этого человека, принимайте его отклик и начинайте сотрудничать. Вот тоже профиль начинающего специалиста Александр Филев честно в профиль написал «Верстачик с небольшим опытом работы, ищу стажировку или интересные проекты». Следующий портрет специалиста это начинающий специалист, это тот человек, который ищет дальнейшей профессионализации в какой-либо сфере. Если это дизайнер, то ему интересно все, что связано с дизайном, он готов откликаться на более сложные задачи, он потенциально ищет долгосрочное сотрудничество. Для него, в отличие, например, от студента, для него важны вознаграждения, например, он видит ценность в ваших рекомендациях. Рекомендация это на самом деле очень классная штука, он может добавить в свое портфолио, он может добавить вашу рекомендацию в резюме, когда будет искать следующую работу, более высокооплачиваемую. Поэтому обращайте на это внимание, ваши рекомендации это большой плюс в его репутацию. Вот примеры профилей опытных специалистов. Ирина Пахомова о себе написала «Я занимаюсь разработкой сайта, в основном имею дело с WordPress, со мной могу и многое другое, разбирается в бэкэнде и немного фронтэнде, обожает иметь дело с кодом, если нужна помощь, и человек неравнодушно к своему делу, это точно к Ирине Пахомовой. Еще один пример опытного специалиста Елена Бреханкова. Что она написала в своем профиле? «Я занимаюсь дизайном около 4 лет на этой платформе за поиском новых интересных проектов, в которых можно проявить фантазию, сделать современный продукт и помочь этим вам». И третья группа этих волонтеров, которые можно встретить на проекте, это опытные специалисты. это те люди, которые уже много лет занимаются в какой-то сфере, они более ориентированы на интересные кейсы, на нестандартные задачи, они ищут долгосрочного сотрудничества, зачастую это люди, они взрослее, поэтому, например, это те, кто более чутко реагирует на социальную эту проблематику. Ну вот, например, портрет я вот так стараюсь подвести вас к тому, что сейчас передаем микрофон ему. Александр на платформе с, вот я вижу, с 8 сентября 2015 года, то есть скоро почти три года. Александр не просто IT-специалист и опытный специалист, он еще создатель веб-студии бизнес-отелье, поэтому он будет говорить и рассказывать о своем опыте, ну, наверное, с двух сторон. Первый, как IT-волонтер, как специалист, и человек, у которого своя студия, почему ему интересно сотрудничать с некоммерческими организациями. Александр, если ты готов, я тогда запущу твою презентацию. Так, проверка связи, как меня слышно видно. да, тебя. Отлично, отлично видно. Так, это моя презентация. Александр, скажи, а ты можешь переключать слайды или это мне делать? Нет, я не вижу этих кнопок. Отлично. Тогда я закрою презентацию, у меня просьба, чтобы ты ее запустил, потому что, видимо, если запускаю я, то могу перелистывать только я. Я ее выключил, запусти, пожалуйста. Так, все. Все, я закрепил, я свои кнопки вижу, и я готов. Так, я тогда тоже видео пока отключу. сегодняшнего вебинара. Меня зовут Александр Гусев, я предприниматель, занимаюсь созданием, сопровождением сайтов. Это основное направление. Все остальные, скажем так, которые идут рядышком и в этом же, и в этой же теме, вы услышите чуть попозже. Значит, на платформе я зарегистрировался, как я вам сказал, уже в сентябре 2015 года, то есть получается уже давно, довольно-таки, я здесь нахожусь. За это время решил довольно-таки много задач, есть хороший опыт, чем, собственно, с вами и хочу поделиться. Так, дальше. Вот. В чем конкретно мой интерес работы на эти волонтере? Ну, в первую очередь, это для меня нетворкинг. Это поиск новых контактов, новых знакомств, новых людей, новых каких-то связей, поскольку мы с вами работаем, конкретно сейчас говоря, платформе в интернете, что, собственно, стирает все физические границы и позволяет работать буквально на весь мир. Затем, второй пункт для меня важен, это отработка навыков. То есть, каждый новый проект добавляет мне какие-то новые, новый опыт, новые знания, новые навыки, которые с каждым разом нужно, и хорошо, если есть такие проекты, нужно отрабатывать, закреплять, потому что интернет-технологии меняются довольно-таки часто появляются различные новые способы решения задач, которые, допустим, месяц назад я решал совершенно по-другому. А сейчас там, допустим, вчера появился какой-то новый вариант решения этой задачи, я готов его с удовольствием опробовать, и тут появляется так, нет звука, а сейчас, а у кого звук есть, поставьте плюсики, а звук есть. Хорошо, Татьяна, проверьте, тогда, пожалуйста, ваш звук. так вот, по навыкам. Смотрю, появляется новый проект, я беру его в работу, смотрю, как его можно реализовать по-новому, это, соответственно, плюс мне в мой опыт, и заказчик получает свой готовый проект, ему, в принципе, все равно, как я это решал, если это заранее не оговаривалось, главное, что это сделано, и хорошо, все довольны. Третье, это коммерческие заказы. Как таковых, коммерческих заказов, скажем так, большими деньгами на платформе нет, поскольку проект изначально волонтерский, только он изначально рассчитан на суммы небольшие. Что такое сумма небольшая, об этом поговорим чуть позже, но у всех свои понятия. То есть, для кого-то там рубль, это много, для кого-то 100 тысяч, это не очень большая сумма. Но в любом случае, сильно, скажем так, коммерческих заказов конкретно от платформы я не жду, я их оборачиваю через первый пункт, через нетворкер. То есть, когда сделан какой-то проект небольшой за вознаграждение в виде там ссылки на сайт или упоминания в соцсетях, через какое-то время этот же заказчик может по мне обратиться, и такие случаи были напрямую, минуя IT-волонтера. Мы с ним делаем проект уже, скажем так, коммерческий, но не очень такой сложный. А потом, через какое-то время, это запросто может перерести в реализацию большого проекта. В принципе, я вот сейчас пока Влад говорил, я так на скидку вспомнил ну минимум пять проектов, которые были сделаны уже за коммерческие, скажем так, деньги где-то через какое-то время после того, как это подобно, после того, как проекты от этих же заказчиков были решены на IT-волонтере. Вот. Вот это мой интерес работы на IT-волонтере. Пойдем дальше. На какие задачи откликаюсь? Очень интересный фон. Первое. Это когда есть у задачи понятное описание. Ну, с заголовком обычно все они промахиваются, там, допустим, нужно создать сайт, уже понятно. Когда заходишь внутрь задачи, там иногда начинаются буквально там одни из самых свежих примеров, когда нужно поменять что-то на сайте. Исправить что-то. Заходишь в описание задачи, адреса сайта нет. Буквально, думаю, захожу в профиль заказчика, там тоже тишина. То есть, где что менять, на какой платформы сайт, особо непонятно. Начинается банальная потеря времени. Начинаю выяснять, опять же, если задача интересна, потому что зачастую на этом все и останавливается. Потому что проводить собственные квесты по расследованию, где что, это в потере времени. То есть, когда есть описание, когда второй пункт, есть ссылки на сайт, но на соцсети, либо напрямую в описании задачи, либо, если это организация, то захожу в профиль заказчика, и там, возможно, нахожу ссылки на нужные ресурсы. И третье, когда вознаграждение за решение задачи соответствует ее сложности. Что имеется в виду? Если, допустим, задача называется «Нужно создать сайт, и в качестве награды будет коллективное селфи», ну, продон, это несколько не тот уровень вознаграждения, который прешь. Тем более, когда сейчас, в принципе, достаточно много за последнее время обращений было по поводу создания сайтов ко мне, именно вот НКО, многим я совершенно спокойно, искренне рекомендую Кандинского. потому что проект свежий, новый, я лично, скажем так, принимал участие в его разработке, я был в составе фокус-группы, которая отслеживала, осматривала все прототипы по мере создания этого сайта, этого конструктора, поэтому я со спокойной, совестью, людям его рекомендую, потому что знаю, что это, во-первых, WordPress, это там не то, что совсем просто, но это нормально для человека, который пользуется компьютером, создать сайт, развернуть этот проект и буквально уже изменять там какие-то тексты под себя, вот, поэтому когда вознаграждение соответствует сложности, это хорошо, когда идет задача о том, чтобы завернуть какой-то там мегапортал, и за это предлагается там, не знаю, селфи, либо что-то еще, это все-таки не тот уровень, нужно оценивать работу IT-волонтера при всем там, при всем при том, что это волонтер, но это тем не менее IT-волонтер, это требуется определенное время на реализацию задачи, какая бы она простая, либо сложная была. Если человек, которому я предлагаю, допустим, того же Кандинского говорит, что да, в принципе, простой, но вы знаете, у нас мы сейчас так заняты и все такое, то есть, измите, с одной стороны, вы свое время цените, а время человека, которому вы не можете заплатить N-ную сумму, либо предоставить какие-то другие, скажем так, вознаграждения, не ценить, то это немножко не то уже, потому что, в любом случае, уговор есть уговор, какой бы он ни был, двое людей должны найти точки соприкосновения и договориться о чем-то. Когда все эти условия соблюдаются, задача берется в работу, а, но еще не упомяну, там есть такой пункт нулевой и еще один рядышком с ним, то есть, когда понятно, что я должен уметь это делать изначально, там, допустим, те же сайты, различные обердки и все остальное, и когда есть время, как бы это ни звучало, но бывает, что задача интересная, да, я готов за нее взяться, но вот сейчас, вот именно сейчас, вот, увы, не могу, а у человека бывает, там, сроки говорят, надо срочно сделать, но всякое бывает. Вот, пойдем дальше. Почему важно заполнять профиль? Это сейчас относится и к IT-волонтерам, и, собственно, к заказчикам. Ну, как бы не звучал этот первый ответ, а почему бы и нет, почему бы его не заполнить? Потому что ваш профиль, это ваша визитка. Представьте, что вам предлагают визитку, на которой вместо вашего фото, допустим, там стандартная стоит аватарка, не заполнены никакие поля, а в качестве электронной почты написан ящик там по типу 223322 223322 собачка gmail.com абсолютно обезличенный адрес, минимум информации, и что вы возьмете из этой визиты. Ничего. Поэтому профиль, особенно если вы, скажем так, пришли на эту платформу либо за поиском заказов, либо за поиском исполнителей, он должен быть заполнен по максимуму, чтобы люди, зайдя в ваш профиль, получили оттуда максимум полезной информации, задавали потом поменьше уточняющих вопросов, кто вы, что вы, чем занимаетесь, где возможно почитать в интернете. Второй пункт. Да, это плюс, стоп, солидность и серьезность и намерение. Потому что человек будет видеть, что профиль заполнен, стоит непростая аватарка, ваше фото, либо логотип организации, и это уже, скажем так, повышает уровень доверия. Третье. Обязательно указывать адрес сайта или соцсети, потому что указание того же Facebook позволяет сделать что? То есть я вижу, что у человека есть ссылка на его личный профиль на Facebook. Я захожу по этой ссылке и в большой доле вероятности я могу найти среди его друзей каких-то друзей и моих. То есть общих друзей. И при желании я могу уточнить, а вот ты знаешь вот того, он вообще насколько адекватен, ответственный, компетентен и тому подобное. То есть вы можете, если есть какие-то сомнения, провести там минимальную, предварительную, скажем так, оценку этого человека, то есть насколько он вам подходит. Это важно, на самом деле важно. Дальше. Как происходит решение задачи? Вот по своему опыту скажу, это, скажем так, мой порядок действий. То есть я вижу задачу, я откликаюсь на него. В это время, как говорил Влад в предыдущем вебинаре, заказчику на почту приходит письмо, что уважаемый какой-то или уважаемая, на вашу задачу откликнулся какой-то волонтер, его контакт указан там же в письме. Вот после этого момента в небольших количествах случаев, по моему опыту скорее всего это точно, бывает задержка. Потому что я откликнулся на задачу и жду ответной реакции. Второго пункта, жду отклика на мой отклик. А его нет, проходит день-два, думаю, ладно. После этого я уже пишу и мне приходит гениальный ответ. А я думал, что вы мне напишите. Извините, вам уже пришло письмо. Что тут думать-то? Вот вам указаны контакты волонтера, которые откликнутся. Откликайтесь, уточняйте. После этого начинается переход к уточнению деталей. Уточняем детали, там доступ на сайт, либо еще какие-то размеры, либо сроки, все остальное. После этого запрашиваю дополнительные материалы, если они нужны. Это фото, текст, там какие-то порои, может быть, для сайта. Их могут и другие вещи. После этого идет, собственно, решение самой задачи. После этого я показываю результат. Заказчик его, если принимает, то хорошо. Если нет, дорабатываем. После этого задача закрывается. И идет благодарность исполнителя. А в 8-м пункте, увы и акв, зачастую многие забывают. Задачу кое-как закрыть и закроют. Это редко, но бывает. Поэтому говорю о благодарности. Пусть даже она была выражена в упоминании в соцсетях, либо где-то еще. Забывают. Но, честно скажу, что в вольнике часто все хорошо проходит. После закрытия задачи мне на почту присылать письмо, что спасибо вам. Ваш пост в ВКонтакте, либо в Фейбуке мы сделаем завтра. Пишем на него ссылки. Писылать на следующий день ссылки. Все нормально. Я смотрю. Делаю там репост себе в группу, либо в личный профиль. И все хорошо. Это идеальный порядок решения задачи, когда время не теряется ни на одном пункте. Так. Дальше. Вознаграждения. Вот здесь я перечислил все виды вознаграждений, которые есть на Волонтере. Я их пересортировал немножко вот в таком порядке. Черным текстом указаны те вознаграждения, которые, собственно, перепадали мне за то время, что я здесь работаю. Синим, в которых я пока не принимал участие. Вот. Ссылка на сайт и упоминание на сайте либо в соцсетях это одно из самых, в принципе, популярных вознаграждений. Затем идет благодарственное письмо и небольшой гонорар. Вот здесь, опять же, есть тонкий момент, связанный, скажем так, с геопертическим расположением Волонтера. Потому что буквально там несколько заданий назад там есть задание, связанное с видеосъемкой, какого-то мероприятия, не помню какого. По-моему, питерская задача. В принципе, я бы готов был прийти и поснимать. Но, увы, я не в Питере, поэтому это задание отпадает само по себе. Какое бы там ни было вознаграждение. Вознаграждение, конечно, важно. Очень важно, тем более, его соблюдать. Тем более, в правилах платформы написано, что вознаграждение остается, ну, просто остается, контролируется заказчиком. Но зачастую бывает, ну, не просто зачастую, это через какой-то там процент, небольшой, но он бывает, что о вознаграждении забывают. Это, конечно, нехорошо, потому что время потрачено, время, самый дорогой ресурс. Оно уходит. Ну, я, в принципе, в подобных случаях просто больше таким заказчикам помощь не предлагаю и на их задание не отплетаюсь. Ну, вот так бы это не звучало, но вот это так. Вот, когда говорят, насколько важно вознаграждение и какой гонорар. Бывают случаи какие. Люди сразу пишут в задаче. Допустим, мы готовы там за решение этой задачи дать вам тысячу, пять тысяч, десять тысяч. Ну, десять тысяч я ни разу не видел. Там, в районе тысячи пяти. Вот. А кто-то наоборот, потом, когда уже договорились, они начинают сами спрашивать, а вы сколько денег хотите за это? И вот в такой ситуации всегда в голове картинка. Я много денег хочу, но я понимаю прекрасно, что вы столько, ну, не то, что не дадите, вы столько не готовы выделить всего разных там обстоятельств. Поэтому здесь всегда я предлагаю очень хороший вариант. Вместо, там, не знаю, той же тысячи, там, двух тысяч, условно говоря, небольших сумм, иногда волонтера, ну, особенно, ну, по себе скажу, там, первый, там, год-полтора я этим активно пользовался, да и сейчас предлагаю это спокойно реализовывать схему, когда в соцсетях делается упоминание меня как волонтера, либо бизнес-отелье, что это сделано. Прямо вот отдельно говорим, что, допустим, вознаграждение, ну, убираем, да, делаем благодарственный пост. Потому что зачастую начинающим, особенно людям, очень важно продвижение, очень важна реклама. А когда эта реклама в виде благодарственного поста, это, тем более, если паблик у НКО есть и, там, не знаю, ВКонтакте, Фейсбуке, там, в Твиттере, в Инстаграме, то, в принципе, везде, если НКО сделает упоминание о реализованной задаче, поблагодарить волонтера, это будет куда большей пользой для человека, нежели та же тысяча. Для кого-то тысяча – большая сумма, для кого-то – не очень, но в качестве пиара пост в сетях будет куда-то более полезен. Это важно, и это очень, скажем так, будет мотивировать на сильнейшее взаимодействие двух людей. По редким задачам скажу, это, опять же, из моего списка, какие задачи были редкие. Вот монтаж видео на платформе возникает, в принципе, редко сам по себе. Большую часть подобных задач я беру, потому что это в основном выглядит как нужно смонтировать несколько роликов в один, сделать там какие-то переходы, добавить титры и, по сути, все. То есть, выгрузить видео для размещения его на YouTube либо на сайте. Задача, в принципе, не сложная в общих чертах, опять же, поэтому многие задачи по видео я беру себе в работу. Начиная со второго и по последний пункт у меня попадались буквально по одному единственному разу. Это конвертация файла Excel в Word. Там была жуткого объема таблица, огромная, просто с результатами такого, по-моему, конкурса. Пару, либо тройку дней мы все это загружали, смотрели, чтобы все нормально отображалось, показывалось, но все сделано, все хорошо. Вот. Третий пункт. Сделать див-картинку. Один раз был, вчера буквально посмотрел, еще раз по своим задачам. один раз я делал. Затем выбирали мы вместе с девушкой облачный сервис для хранения данных. То есть я сделал подборку на ту дату, когда это все было. Google диска, Яндекс диска, облако от Mail и, по-моему, что-то и Dropbox и подобных сервисов. Посмотрел, то есть сделал подборку по ценам, по возможностям, по объему места и ей такую в табличку все это свел. То есть они уже дальше смотрели, выбирали. И последний пункт. Остановить доступ к сайту. То есть когда сайт работал, но в его админку было как-то совсем не попасть. То есть тоже вот немножко попались с этим пунктом. Вот. Это по редким задачам. По монтажу видео еще раз делаю акцент на том, что в принципе задача как бы относительно редкая, но она довольно часто появляется на... Не довольно часто, а довольно редко появляется на какие-то волонтере. Но в принципе она тоже имеет место быть. Поэтому если у кого-то подобные запросы есть, то их можно опубликовать и здесь. Есть люди, которые, но если не я, то еще есть волонтеры, которые подобные задачи делают и также собственно работают с заказчиками. Поэтому, как видите, спектр, скажем так, услуг, которые предоставляют IT-волонтеры на платформе, он довольно-таки широкий. Причем здесь я привел только свои, свой опыт, свои, скажем так, проекты. Если пособирать по другим, посмотреть, что другие люди сделали, там будет, может быть, еще даже более такой обширный, обширный список реализованных задач. Так, ну и собственно у меня на вступительной части все, презентацию Влад вам потом всем разошлет. Влад, я готов передать тебе передать тебе овощи. Вы, наверное, в чате напишите, а я пока задам свой. С простыми задачами понятно. А вот задача создания сайта. Ты можешь рассказать, что значит создание сайта? Вот я ставлю такую задачу. Мне нужен сайт. Вот что ты делаешь для того, чтобы у меня появился сайт? Сколько времени это занимает? Какие от меня требуются усилия? И так далее. Значит, первое. Я выясняю цель. Я выясняю цель. Зачем вам нужен сайт? Потому что зачастую люди видят других сайтов, хотят тоже сайт. Хотя в принципе им может быть достаточно того же паблика в сетях. Либо профили в Инстаграме, смотря какой бизнес. Либо что-то еще. Если в принципе человек, скажем так, по-хорошему упирается, настаивает, нет, все, мне нужен сайт, остальное у нас есть, начинаем выяснять. То есть, есть ли техзадание. Если нет, у меня есть стая форма, она небольшая, буквально на одном листе, А4, я ее сминимизировал до максимума, чтобы, скажем так, когда иногда присылают техзадания на 10 листах у людей в шоке и прочие нехорошие мысли, как это все заполнить, тем более, когда там все написано какими-нибудь заумными словами, это вообще уходит людей в ступор. Я сделал до минимума. То есть, что вы за организация, какой вам нужен сайт, для чего. Напишите нам буквально три примера сайтов, которые вам нравятся, три примера сайтов, которые вам не нравятся. Если у вас там какой-то фирменный цвет и тому подобные вещи, то есть минимальный базовый функционал, когда у человека запрашиваешь, он это уже в 90% случаях не пишет. После этого уже легче работать. И остальные детали уже там, сроки, сумма, это уже какие-то текущие обсуждения. А по времени и насколько, как происходит процесс сообщения? Вот я даю тебе задание и там через три недели мы встречаемся. Или это ежедневно какие-то созвоны? Ну, в принципе, я по максимуму запрашиваю изначально у человека всю необходимую мне информацию, какая у него есть для сайта. Потому что зачастую бывает, что человек уже хочет, допустим, переделать текущий сайт. Соответственно, все исходные материалы уже есть, их надо просто перетащить на текущий на новый сайт. Либо второй вариант. Сайта нет и материалов минимум по нему. Это, в принципе, тоже не очень хорошо, конечно, но с другой стороны он присылает несколько архивов либо ссылок на тот же NumerDisk, где есть необходимые тексты для базовых трех-пяти страниц. Этого хватает. То есть, в принципе, разработка сайта в среднем занимает один месяц. Но больше, опять же, иногда бывают задержки. Допустим, я сделал некий базовый функционал, ему пишут, посмотрите, что и как. После этого человек может неожиданно уехать, куда-то отлучиться, может на него резко свалиться какие-то дела, может еще что-то случиться, в это уходит время. То есть, после того, как он отвечает, я снова делаю заработку, либо дорабатываю, либо что-то еще делаю, снова ему показываю, и вот эти, собственно, моменты между моим показом и его ответом зачастую время оттягивают. В принципе, писать Александр с нами до конца ответит еще. А сейчас, наверное, я передам слово другому нашему герою-волонтеру Алексею Клесову. Он тоже на платформе более трех лет, у него максимальное количество решенных задач, это значит, что тоже богатый опыт общения с некоммерческими организациями. Алексей, я... Александр, я попрошу тебя выключить презентацию, чтобы я мог запустить следующую. Окей. Александр? Да, Влада, как ее выключить, расскажи. Влада, как ее выключить, расскажи. Наверху квадратик, там где-то перелистывал слайды. А, все, нашел. А, все, нашел. Супер. Меня слышно? Да. Все, поставьте плюсик, если... Меня слышно. Отлично. Ну, всем приветствую, поздравлю всех с пятницей. Я тоже... Меня зовут Алексей Клесов, я тоже IT-волонтер. Я не буду... Ну, Александр, на самом деле, много рассказал и про свою схему работы. На самом деле, я работаю примерно по той же схеме, поэтому я уйду немножко в другую сторону, хотя мы по каким-то вопросам будем немного пересекаться. Собственно, как работать с IT-волонтерами, да? Так. Я уже на платформе более трех лет, у меня 65 решенных задач, задачи, задачи в основном технического характера и, как правило, небольшие. То есть, ну, то есть, я сайты, вообще крупные сайты, платформы вообще не беру, потому что, ну, как бы, потому что я считаю, что здесь, конечно, надо... Это все-таки долгая работа для меня, потому что у меня всегда, как правило, есть основная работа. И основная работа, она не связана с созданием сайта. Ну, конкретно по созданию сайта. Связана с IT, но не с созданием сайта. И не беру задачи по такому, по дизайну, да, разработать логотип, фирменный стиль. И... Я просто видео отключу. Слышно? Отлично. Баннеры, постеры, то, что я не беру, поэтому... Потому что я, ну, не очень хороший дизайнер. Так, единственная, бывает, задачи, вот одна из последних задач у меня была, это поправить уже в готовом макете. То есть у людей есть готовый макет там календаря, и надо было поправить кое-какую информацию. Ну, конечно, я задачу могу взять, потому что там ничего не надо рисовать с нуля. Все, что надо рисовать с нуля, дизайнер, логотип, фирменный стиль и так далее, я, к сожалению, не смогу это сделать. Вернее, смогу, но это будет так страшно, что потом будет стыдно показывать. Вот мой профиль. У меня здесь много ссылок, да, я просто на платформе регистрировался еще, начал участвовать в платформе, в проекте, и когда еще не было отзывов на IT-волонтере, поэтому ссылки вставлял себе в профиль. Сейчас, слава богу, появились, ну, уже года полтора, где-то два есть отзывы на IT-волонтере, поэтому все отзывы я прошу оставлять через ИТВ. Как уже сказал, по алгоритму работы, по своему, по своему интересу, алгоритму работы я, в принципе, рассказывать не буду, чтобы, ну, совсем, потому что, ну, как бы, оно примерно такое же, как у Александра Гусева. Я перейду, наверное, к сразу больше, к советам. Какие советы по оформлению, ведению задачи для тех, кто их ставит, ну, для некоммерческих организаций? Ну, во-первых, какой совет я могу дать, это начинайте с несложных задач. Что значит несложная задача? Это, если у вас есть сайт, какая-то доработка по сайту, да, там, что-то поменять, что-то убрать, возможно, исправить какую-то ошибку, либо, если создание сайта, как уже про это говорили, использовать конструктор Кандинский, либо, я ранее рекомендую, использовать какие-то такие готовые, бесплатные шаблоны на том же самом WordPress. Я сейчас буду в основном говорить советы, наверное, по задачам более техническим, а не те, которые там дизайнерские, так как уже сказал, что я вот больше по техническим. Не раз замечал на IT-волонтере, что ставят задачи, там, разработать платформу, разработать мобильное приложение, да, разработать сайт, но их не устроить, но не по шаблонному решению, а еще полностью спроектировать, дизайн, какой-то уникальный функционал, еще геймификацию, двуязычный сайт, и все это, да, за, там, за, за репост. Ну, допустим, мобильное приложение, оно на рынке сможет стоить, хорошее мобильное приложение, какая-нибудь крутая платформа, оно может стоить в районе, там, миллиона, да, где-то у серьезных студий, поэтому, естественно, что, ну, сделать вам хорошее, крутое мобильное приложение за селфи, да, там, за коллективное селфи, навряд ли кто-то сможет, я не знаю, по-моему, по-моему, я еще не видел такие, ну, я еще не видел такие задачи, вот, решить, делать такие крупные проекты, там, за бесплатно, или даже за небольшой гонорар, то есть, если это крупная платформа, это как минимум, это как минимум работа дизайнер, верстальщик, программист, тестировщик, и еще, допустим, руководитель проекта, project manager, потому что, если его не будет, то большая вероятность, что дизайнер и программисты перессорятся, и вообще проект забросят, ну, и плюс, ну, в некоторых студиях, допустим, там, дизайнер, тестировщик и программист, это совмещает обязанности, да, дизайнер совмещает обязанности верстальщика, но в любом случае, как бы, чтобы с нуля вот разработать серьезный крупный проект, это все-таки работа нескольких специалистов, либо это что-то более шаблонное, по моему опыту, действительно, есть много, как уже Александр упоминал, что многих НКО, их не устраивает, они хотят бесплатно, или совсем за копейки, но то же самое Кандинский, может не устраивать, или там какой-то еще бесплатный шаблон на WordPress, и они могут прислать там вот такой большой список правок, что надо поменять, включая там подключить интернет-магазин и сделать англоязычную версию. Это все сделать можно, конечно, да, но это все-таки работа действительно долгая. И опять же, почему стоит начинать с несложных задач, это особенно хорошо для тех, у которых нет опыта. То есть, если у вас уже был опыт управления цифровыми проектами, да, запуск, создание сайта с нуля, то вы уже можете, да, с сайта визитки, вы уже можете, у вас был опыт создания сайта визитки, работали там со студией, или с IT-специалистом, то вы можете взяться за более крупный, там, корпоративный сайт, да, или какой-то платформы. А у большинства МКО, как правило, вообще нет никакого опыта, и когда у человека, ну, допустим, нет даже опыта, да, общения вот с отдельным IT-специалистом, или с небольшой студией, и он ставит задачу, там, мобильное приложение, или крупная платформа, это, скорее всего, на выходе получится, ну, какой-то кусок кода, который, который будет так себе работать, или там, ну, который никто не будет скачивать, никто не будет пользоваться. Поэтому, я всегда рекомендую начинать с несложных задач. Второй совет, это вот, второй и третий совет, они, конечно, пересекаются с советами Александра, но это так, это правда, это более подробно описываете задачу, желательно со скриншотами. Зачем это надо? Ну, то есть, скриншоты, насколько я знаю, в задачи IT-волонтер, по-моему, не прикрепляются, но можно загрузить их, например, на Яндекс.Диск, или еще куда-то, и дать ссылки, либо написать задачу, что откликнувшемуся волонтеру пришлем еще больше подробностей со скриншотами и так далее. Для чего нужно подробное описание? Я больше вот здесь остановлюсь. Ну, это, во-первых, чтобы, да, как Александр правильно заметил, это чтобы волонтер быстрее понимал, быстрее и лучше понял, что вам надо, и может ли он это реализовать, и второе, чтобы понимать, чтобы понимать, ну, чтобы, как сказать, чтобы быстрее, да, найти с вами контакт, потому что, установить, как сказать, чтобы у вас получилось быстрее установить правильный контакт, потому что, допустим, и было сразу понятно, что вы, что вы хотите в итоге, потому что, допустим, ставят задачу, нужно обновить сайт. Это, кстати, проблема есть не только у НКО, но и у коммерческих заказчиков у некоторых. Вообще, то есть ставят задачу, нужно обновить сайт. Для одного заказчика обновить сайт – это обновить какой-то функционал. Для второго заказчика это значит обновить сайт, это обновить ядро, сам движок, допустим, WordPress, Bittrex, Drupal или еще что-то. А до третьего заказчика фраза «обновить сайт» означает сделать полный редизайн, добавить какой-то новый функционал, сверстать по новой, то есть провести полное обновление сайта, включая его визуальную составляющую. Если первые две задачи действительно более релевантны для IT-волонтеров или для небольшого гонорара или даже бесплатно, то третья задача – это, опять же, более крупный проект. Здесь потребуется хоть какой-то бюджет, потому что нужно привлекать как минимум дизайнера, либо дизайнера и программиста, либо брать готовый шаблон, но, опять же, на его допиливание уйдет очень много времени. Давайте, конечно, третий совет – это, конечно же, нужно давать ссылки. Александр уже про это говорил. Почему нужно давать ссылки? Допустим, также добавлю, почему нужно давать ссылки, это потому что, допустим, у фондов бывают одинаковые названия. Можно, конечно, я могу погуглить, эти волонтеры могут погуглить и поискать в Яндексе, но если, допустим, у фонда уникальное название, фонд «Рауль», то такой фонд сразу в поисковике выдастся, что это один фонд, и ссылка на него. А если, допустим, фонд какой-нибудь «Добро», таких фондов, наверное, несколько. Поэтому нужно, конечно же, давать ссылки на ваши сайты. Четвертое – пишите вознаграждение. Не обязательно оно должно быть финансовое. Вот я буквально сейчас вижу на платформе IT-волонтеры, вижу задачу, уже в работе, уже откликнулся волонтер, и она уже в работе, графика для оформления соцсетей. Тут человек пишет в комментариях, пишет «Не на шутку увлекаюсь винами, поэтому удивлю исполнителя бутылкой хорошего вина». Я не пропагандирую, конечно, алкоголь, но не обязательно какое-то финансовое вознаграждение. Ну, то есть напишите, сделаем репосты в соцсетях, сделаем красивое благодарственное письмо, которое вышли в ваш город по почте. Поэтому вознаграждение не обязательно должно быть финансовое, но хоть что-то надо, что-то описать. Пятый пункт, он именно связан не с постановкой задачи, а с дальнейшей коммуникацией и ее работой. Это пятый пункт. Пятый и шестой – это вот очень самый, наверное, сложный пункт. Это, опять же, я пересекаюсь с Александром. Выходить на связь и не теряться в дальнейшем, потому что это откликаешься на задачу, ждешь, пока фонд подтвердит тебя и выйдет с тобой на связь. У меня бывали случаи, когда я не дожидался, неделю-полторы ждал и отписывался от задачи. В основном, конечно, все хорошо, но лучше следить за своей задачей, даже если, допустим, может, автоматическое письмо об отклике волонтера, допустим, оно даже попало в спам, и вы его не увидели. Но тогда надо просматривать папку спам, либо заходить на платформу IT-волонтера хотя бы раз в день или раз в два и смотреть, не откликнулся ли кто-нибудь в вашей задаче. Возможно, там кто-то написал коммент, возможно, еще что-то. И в дальнейшем также не теряться на связи и после закрытия задачи, и даже если у вас неудачный опыт работы с IT-волонтером, допустим, но, видите, не справляется все равно, или вам, ну, бывает, да, может быть, какой-то негативный опыт, там, не понравилось, что сделано, все равно напишите, поблагодарите, как бы, ну, скажи, то есть, ну, то есть, в любом случае, главное не теряться, главное сказать, как есть. Что еще можно было бы порекомендовать? Если нет откликов вообще на задачу, бывает такое, что вроде задача небольшая, вроде и написали хорошо, но может не быть откликов. В таком случае действительно можно выйти на IT-волонтера, на IT-волонтер, на платформе IT-волонтера, напрямую, то есть на платформе IT-волонтера есть участники, и у многих участников есть прямые контакты в их профилях. Как минимум это почта, как максимум это ссылки на соцсети, там, скайп, еще что-то. Как не надо делать, вот я сразу скажу, как не надо делать, это вот ко мне перед Новым годом обратилась одна НКО, представитель одной НКО, напрямую в контакт, добавился в друзья, написал, что ему надо там, естественно, очередной такой сайт со своим дизайном функционалом. Я сказал, что, ну, к сожалению, не смогу это взять, посоветовал IT-волонтер, и после этого он мне ничего не ответил, и более того, удалился из друзей. Поэтому вот так никогда не делайте, да, потому что, допустим, да, так никогда не делайте, потому что, ну, это не очень хорошее для вашей репутации, да, и, возможно, даже если IT-волонтер, ну, не согласился с вами, не может вам помочь, да, как-то, возможно, он вас готов проконсультировать. Как надо делать, и какой у меня был опыт. Пишет НКО, допустим, в личку, говорит, что вот там нужен, нужно небольшой сайт, причем они готовы рассматривать шаблон и так далее. Я, естественно, ну, тоже не было времени делать сайт с нуля, прорабатывая дизайн и так далее. Я их, тогда еще не было конструктора Кандински, но я им посоветовал, скинул ссылки, где можно взять бесплатные шаблоны, как это установить на WordPress, и у них получилось. Получилось, конечно, ну, не прям там красочный, красивый сайт, но все-таки получилось. Поэтому, если у вас даже нет откликов, попробуйте написать напрямую, но будьте тактичны, и даже если волонтер отказался, попросите что-то посоветовать, то есть куда обратиться, и обязательно, опять же, в конце поблагодарите, и тогда будет у вас все вот так. Ну, я, наверное, больше мне пока нечего сказать, вот мои контакты, если будут какие-то вопросы, то давайте. Алексей, спасибо. Тоже пишите в... Так, у меня, наверное, плохо слышно, есть озвучка. Мне, наверное, плохо слышно, есть озвучка. Раз, два, три, а так? Так должно быть лучше. Так должно быть лучше. Или меня не слышно? Слышно? Да, прошу прощения. Алексей, спасибо большое еще раз за свой опыт. У меня будет вопрос. Какая задача является для тебя несложной? На какую ты точно откликнешься? Как она должна быть описана? Например, сколько часов ты готов потратить? Ну, вот, да, если рассчитывать, что это маленькая и большая задача. Да, меня слышно? Отлично. Так, ну, несложная задача, я уже рассказывал, что несложная задача для меня, это... Я постоянно занимаюсь небольшими техническими правками по сайту. То есть, нуляя сайт, в принципе, я могу, конечно, умею поднимать с сайтом, допустим, на шаблоне, на WordPress, но все-таки это более для меня объемная задача, так как у меня есть основная работа. Поэтому вот одна из последних задач – это размещение логотипа на сайте, там, помочь установить на сайт кнопку для сбора пожертвований, сделать форму обратной связи, создание формы для... Также в Google формы убрать вредоносное ПО с сайта, настроить описание в поисковых сетях, системах. Вот был запрос на НКО, потому что им сделали сайт. Когда делают сайт, обычно, пока его, если он еще требует доработок, то его закрывают от индексирования, да, файля Robot.txt. И вот сайт доделали, выгрузили, но открыть для индексирования забыли, и вот надо было в файле Robot.txt открыть его для индексирования, чтобы поисковики его видели. Поэтому я, конечно, откликаюсь только на небольшие задачи, но если у меня есть время, я готов как бы полностью бесплатно взять, если это будет быстро, просто, особенно какой-то... Опять же, если это сайт на WordPress, хотя я, допустим, работал с центром Сестры, у них вообще сайт, я не знаю, какого года, это даже не движок, это сайт полностью самописный на HTML, там даже нет базы данных. Но там ушло у меня часов, часа от 3 до 5 часов, то есть это не просто... Там у них тоже нужна была форма обратной связи, но это не движок, где можно скачать готовый плагин, это пришлось писать ее с нуля, но, в принципе, задача была реальная, так как все равно форма обратной связи, там есть готовые решения, не обязательно плагин, есть готовые решения в интернете, где можно взять их и допилить, допилить на своем сайте. Спасибо, понятно. Алексей, Александр, у меня к вам просьба, давайте... Ну, вот есть такая идея, пройтись по актуальным задачам, которые размещены на платформе, вы просто прокомментируете с точки зрения специалиста, хорошо ли составлено описание этой задачи, потенциально откликнулись вы на нее или нет, и что могли бы порекомендовать. Это просто будет очень наглядно для тех, кто планирует размещать задачи. Я сейчас расшарю свой экран. Я сейчас расшарю свой экран. Так, я включаю свой экран. Вы должны вы видеть его. Вы должны вы видеть его. Откликнитесь кто-нибудь, помогите понять, видите или нет. Есть. Ну, давайте. Примеры тех задач, которые сейчас опубликованы на сайте, я надеюсь, что вам хорошо видно. Вот, Алексей, Александр, прокомментируйте, пожалуйста, вот вы потенциально откликнулись бы, могли, например, посоветовать автору задачи Игоря Пятницы что-то улучшить, чтобы вам было понятней и так далее. Можно я начну? Ну, задача... Меня слышно, да? Да. Веб-дизайн, поэтому, конечно, я бы вообще не откликнулся. Но задача написана неплохо, есть ссылки. Но я по дизайну, как говорил, я... Нет, не очень. Но я по дизайну, как говорил, я... Влад, а эта задача уже в работе? Открыта задача. Она сейчас у меня на экране, если видишь, веб-дизайн для раздела сайта. У тебя не отображается? Да-да, вижу. Да-да, вижу. Ну что, в принципе... У меня текст немножко мелко видно, поэтому... А вот, все, все нормально. А вот, все, все нормально. На сайте создается... На сайте создается... В принципе, базовая информация есть. В принципе, базовая информация... есть адрес сайта уже модно настоящей работы посмотреть элементарно посмотреть на какой системе сделан сайт потому что я в основном в основном не только с компьютерами по системе бортс поэтому если задача там вся из себя ну просто и понятно я захожу и вижу что это сделано на джуму при всем уважении вы я такую задачу работу не возьму как я сказал основная информация доступно то есть нам все равно связываться с человеком уточнять детали что и как если у него все пароли к сайту по книгу потому что зачастую бывает что на это уходит очень много времени потому что они где-то у кого-то на бумажке записанная бумажка где-то и речек уехал выпуск поэтому очень много нюансов бывает в принципе базовый функционал базовый информации здесь есть нормально можно я начну меня слышно да да и я бы если у меня было время принципе откликнулся потому что описано хорошо есть ссылка на сайт у cloud payments а я плюс знаю что есть на сайте у них есть готовые решения и по моему даже есть какой-то плагин для джумлы но и джумла это одна из популярных cms на которой я в принципе знаком поэтому если бы было время я бы откликнулся александр дополнить что-нибудь александр а ну да я конечно дополню поэтому поэтому не отвлекнулся но по понятным причинам по линию я работаю еще хочу сделать акцент на том что делать акцент иногда бывает что на задачу бывает что на задачу от волонтеров если я захожу я открываю задачу 2-3-4-5 волонтеров но задача висит открытая несколько дней до долгое время несколько дней и в итоге она может попасть в архив так и не скажем так нет так и не определившись ни с одним волонтером вот такие заказчики назовем их так вызывают тоже некоторое недоумение потому что ну несколько лет считаете отвлеклись на вашу задачу предлагают вам свою помощь а задача висит висит открытые потом она может просто уйти в архив потому что по ней нет оптика поэтому это как минимум выглядит не очень хорошо и не несколько непонятно вот такая небольшая ремарх ясно спасибо коллеги слушатели появились ли у вас какие-то вопросы к александру к алексею или ко мне возможно вы сейчас напишите вопрос подождем видим пока я как альк мне кажется должно быть слышно возможно сейчас появится вопрос вы запишите пока я готов задать вопрос александру и алексею что ну отчасти вы говорили и упоминали это простите задержкой а если мы говорим не о не конкретных задачах а говорим о сотрудничестве о потенциальном сотрудничестве с некоммерческими организациями скажите чем они вас могут заинтересовать вот например обречаете ли вы внимание на а сферах которые работают некоммерческая организация можно я начну не слышно а я я уже как бы это меня слышно да ну в принципе я особо не смотрю ну как бы главное чтобы она была подтвержденная работала ну то есть чтобы она хоть как-то отмечалась то что если совсем пустая ну про не ничего не известно либо это какой-то социальный стартапер скорее всего у которого есть мегаидеи по созданию социальной сети для благотворительности то скорее всего нет так в принципе но тематика но я больше конечно котиков люблю там фонды поддержки животных но остальным как бы если будут силы время и возможности тоже можно помочь у меня там разный профиль он кого поэтому редко смотрю на конкретную тематику окно у меня флисанты армирном у меня кожа ситуация особо на сферу деятельности я особо на сферу деятельности я не смотрю потому что если это нко то понятно что эта организация которая скорее всего является либо благотворительным фондом помощи там кому-либо либо чему-либо либо это другая организация которая так или иначе помогает скажем так делать этот мир лучше бывают конечно проекты тяжелые чисто психологически скажем так буквально когда полтора два года полтора года назад то есть я создавал сайт для благотворительного фонда сохранить жизнь фонд из владивостока то есть там фонд помощи больным детям в принципе но сам по себе просто психологически довольно таки непростой сайт сайты проект ну да и сайты проект вот а другие проекты по сфере деятельности особо для меня значения большой разницы нет потому что это в любом случае это сайт на нем есть некая информация информация просто будет разная будут разные фотографии будут разные тексты будут разные логотипы номера телефонов надо просто оформить все это в направлениях цвета и шрифта этой организации и по сути все то есть когда клиент он же заказчик доволен это хорошо это главное окей обращайте внимание на то большая ли это организация например находится она в москве ли это регионально что еще может влиять на ваш выбор так ну тогда я отвечаю я я давайте я отвечу для меня в принципе также размер объем масштаб организации ну принципиально особо не важно конечно приятно когда это будет организация там мирового уровня да она представлена во всех городах и странах и я вот такой весь из себя с ней работают это как минимум будет потом большущим плюсом мой мое портфолио в мои мои оказанные услуги работы но принципиально такой позиции нет поэтому я совершенно спокойно работаю и с большими организациями и с небольшими организациями из организации и которые только-только выходят свет которые только-только зарегистрировались им нужна какая-то там работа услуги виде там макета визитки каких-то задач поэтому любые проекты опять же если их принимают и ими довольны это помогает людям работу и делать лучше они приятны они полезны вот и можно я продолжу до меня слышно но у меня аналогичное мнение на самом деле там и там есть и плюсы если это более крупные фонды и там из москвы и питера то там будут то там дабы это больше больше опыт больше авторитет и может быть больше гонорар но плюс в том если это региональные да какие-то маленькие там которые вообще ничего нет это вы можете да вы можете получить статус это эксперта российского уровня федерального уровня если вы работаете по всей россии или даже в снг так поэтому я тоже особо не смотрю на регион да один момент добавлю что если организация большая москва питер москва он в нью-йорк там словно говоря то в этой организации скорее всего будет очень много внутренних назовем их так отделов тире сотрудников с которыми нужно будет согласовывать буквально каждый чих каждую букву на сайте и очень были у меня такие случаи но по коммерческой части не по волонтерской но было пару случаев когда буквально там пару недель уходила на доступ согласовать на смещение там баннера именно вот в этом углу а не вот этом потому что маркетологи считают так пиарщики так юристы так а генеральный директор решает он пока уехал его нет на этом все тормозится очень-очень отлично когда организация большая но за взаимодействие с волонтером кир этом с исполнителем отвечает буквально там один-два человека как минимум все решается в разы быстрее и эффективнее можно еще добавлю до согласен с этим мнением причем это человек до желательно должен быть не просто один-два чтобы это были ключевые решили ключевые люди которые принимают решение они просто которые передают информацию из уст в уста да спасибо спасибо александр алексей за то что поделились опытом а то что это вот возможно конкретно опыт александра алексея но я думаю что она во многом универсальна потому что по этим же принципам на это же ориентируется многие эти специалисты которые сотрудничать с нко спасибо что вы дали какие-то лайфхаки советы как надо общаться чтобы это было взаимодействие действительно с полезным обоюдно полезным и но коллеги слушатели услышали что правда все работает возможно не всегда срабатывает но в принципе работает и получается хорошее сотрудничество долгосрочное и разовое в рамках решения задач спасибо алексей александр что присоединились спасибо слушатели что вы прослушали были с нами следом я вышлю презентации и запись вебинара и мы на связи у вас у всех есть наши контакты поэтому открыто для общения консультации и так далее услышимся хорошей пятницы хороших выходных всем спасибо всем спасибо спасибо Продолжение следует...